Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Сегодняшний обзор я начну с цветных оправ. Я часто говорю, что цветные оправы смотрятся на витринах слишком экстравагантно. Если честно, даже не возникает желания примерить. Но снимая стритстайл, я заметила, что именно цветная оправа, необычная оправа, может сделать весь образ действительно совершенно другим, очень стильным. Даже обычный черный брючный костюм заиграет иначе, если добавить оправу, одну из тех, которые я сейчас вам показала. Не бойтесь цветного пластика. Я также заметила, что очень часто дорогие оправы, фантазийные оправы, выглядят очень дешево. Опять же, в силу того, что материал, который используется, как правило, пластик. Сейчас я примеряю, кстати, очки из манго. Они стоят в районе 25 евро, но выглядят, на мой взгляд, очень классно. Так вот, я заметила, что даже дорогая оправа, неважно для солнцезащитных очков, либо для очков для зрения, выполненная из цветного пластика, может выглядеть дешевато, как будто бы. Но стоит примерить подобные очки, и образ будет смотреться совершенно иначе. Я много рассказываю про принтованные брюки. В этом сезоне очень много представлено не просто принтованных брюк, они всегда были любимы в Италии, в особенности в теплый период, наравне с белыми брюками. Но в этом сезоне, поскольку уже не первый сезон очень популярная идея брючного костюма, представлены прямо-таки костюмы. И, как правило, на витринах нам показывают, насколько удачно можно сочетать потом эти вещи отдельно, непосредственно пиджак, либо жакет, плюс брюки принтованные. Принтованных брюк очень много. Повторюсь, это не тренд сезона, это некая особенность итальянской моды. Если вам нравится итальянская мода, берите на заметку вот подобного рисунка брюки. Кстати, чаще всего это геометрический рисунок, но это могут быть также и различные цветочные мотивы. Но, повторюсь, итальянки отдают предпочтение именно геометричному принту среднего размера. Перед нами итальянский бренд Mamani. Он выпускается, точнее производится и был основан непосредственно рядом с Padua. И не случайно именно в этом бренде вы всегда найдете подобные принтованные брюки. Если вам они нравятся, то, наверное, этот бренд прямо-таки для вас. Если вы брюки подобные ищите, то вам сюда. Часто возникает вопрос, с чем сочетать подобные брюки. Их сочетать можно с абсолютно любой вещью, такого же цвета, который используется в рисунке. Но также они всегда будут смотреться очень хорошо, просто с белым верхом. Может быть, белый трикотаж-свитер хлопковый, либо льняной. Может быть, белая куртка-ветровка, как в данном случае. Может быть, конечно же, белая рубашка, либо белая футболка, которую я продолжаю не рекомендовать носить самостоятельно. Часто мне это вспоминают. Яна, ты же против белых футболок. Действительно, я не люблю белые футболки, когда они носятся самостоятельно. Я считаю, что они некрасиво подчеркивают даже то, чего на самом деле и нет. Вспомните мое недавнее видео «Жена, убери живот в тени живот, точнее». Так вот, белые футболки и белые майки носить самостоятельно не стоит. А вот под что-то они выглядят действительно очень достойно. И опять же, так же, как и очки с цветной оправой, повышают градус стильности вашего образа. Белых майок, кстати, в этом сезоне очень много. Поблагодарим за это марку Prado, которая популяризировала такую, казалось бы, ничем не примечательную вещь. И именно в этом сезоне, если вы так же, как и я, давно искали свою идеальную белую майку, ее можно купить за небольшие деньги. В масс-маркете предлагаются совершенно разные варианты. В рубчик гладкий трикотаж. Также предлагаются широкие бретели, тонкие бретели, более декольтированные варианты, более закрытые. На самом деле, выбираем то, что нам нравится. И я как раз-таки об этом говорила в недавнем своем прямом эфире, что одеться на самом-то деле в наше время, при том изобилие вещей, которые имеются, очень сложно. Потому что задашься целью найти себе просто черный свитер, черную водолазку, белую майку, лодочки классического цвета. Найти все вышеперечисленные вещи, несмотря на то, что они абсолютно базовые, казалось бы, должны быть всегда представлены, тем не менее, найти их будет очень сложно. Микротренд, который я заметила, не знаю, наберет ли он популярность, это вышивка на дениме и также деним, украшенный стразами. Я заметила это у марки Gucci, я показывала вам шорты из денима, украшенные вышивкой. И посмотрите, подобные вещи начинают появляться. Я думаю, что в Италии это тренд, который действительно может быть популярен. Современные открытые босоножки, открытая обувь, это может быть также сабо, безусловно, имеет вот такой обрубленный мыс. Для тех, кто не сторонник радикальных перемен, предлагается вот такой слегка обрубленный закругленный вариант. Снова отсылка к марке Prada. Именно она сделала популярным вот такую сетку, украшенную к тому же стразами. Кстати, я заметила, что на данный момент, на мой взгляд, только два люксовых бренда задают тренды. Но на мой субъективный взгляд, обозреватели витрин, это прежде всего Max Mara и это также Prada. Любимый мною дом Gucci, который в последнее время сменил дизайнера, на мой взгляд, не привнес в современную моду абсолютно ничего. Безусловно, были интересные находки, интересные моменты, интересные коллаборации, прежде всего со спортивными брендами. Но если говорить о тенденциях, которые были потом популярны, были воспроизведены масс-маркетом, то это прежде всего, конечно же, Prada. Это обувь Prada и очень многие находки в одежде. И также это все-таки для меня бренд Max Mara. При этом удивительно, Max Mara я знаю достаточно неплохо, ассортимент Max Mara. А с брендом Prada я знакома издалека, потому что это не мой бренд. Я редко примеряю там вещи, я их редко вижу и на сайт Prada также не захожу. Но тем не менее, я не могу отрицать настолько очевидного влияния дома Prada на моду последних пяти лет. К чему я все это сказала? Наверняка среди аудитории этого канала найдутся зрители, которым нравится быть в тренде. Так вот, если вы хотите предвосхитить тренды, предвещать их и обладать самыми модными вещами, вы можете присмотреться к Prada и также к Max Mara, просматривая не только показ, но и также ассортимент, который представлен на сайтах. Для чего это нужно? Для того, что я заметила опять же из своего опыта обозревания витрин, что очень многие вещи, которые на пике популярности в этом сезоне, были представлены уже в прошлом сезоне. Но их было достаточно мало. И только люди, которые могут предвосхищать и предвидеть тренды, могли это заметить и могли стать обладателями подобных вещей. На самом деле считывать вещи не так сложно, именно потому, что современное производство ориентировано прежде всего на маркетинг. Маркетинг ориентирован на высокие продажи. И именно поэтому предвидеть то, что будет модно, популярно, хорошо продаваемо в следующем сезоне, не так сложно, как возможно кажется. Снова перед нами витрина магазина, который ориентирован на покупательниц, как я недавно рассказывала, Old Money. Это прямо-таки воплощение вот такого итальянского женского стиля в элегантном возрасте. Подобная обувь очень популярна. Не знаю, кто является прародителем идеи, но эта обувь представлена в абсолютно разных ценовых сегментах. Посмотрите, какое интересное сочетание вещей. Бежевый монохромный аутфит. При этом нам предлагают все-таки сочетать по цвету сумку и также обувь. Я также рассказывала, что это один из любимейших приемов итальянских витринистов. И я считаю, что этим приемом стоит пользоваться, несмотря на то, что многие говорят, что это не совсем модно и не совсем актуально сочетать по цвету обувь и сумку. Но в целом образ будет выглядеть гораздо более гармоничным, если нам удастся и самое главное захочется это сделать. Широкие джинсы в пол на пике популярности. Недостаток этих джинсов это то, что если они хотя бы немножечко расклешенные к низу, то придется их подрезать, подравнивать под одну обувь. Точнее, под обувь именно с конкретной высотой каблука. Их не удастся подвернуть и носить, допустим, с более низким каблуком. Они не очень красиво будут смотреться, если каблук будет чуть выше и будет видно слишком сильно обувь. Потому что подобные джинсы носятся прямо-таки в пол. Однозрительница, увидев меня в моих джинсах, которые являются джинсами нераскрешенными к низу, а не прямого кроя, я спросила, неужели можно просто подвернуть джинсы, это так здорово. Могу сказать, что да, именно сейчас вы можете абсолютно на любую высоту сделать подворот. Он может быть как гротеск на большем, и мы с вами видели. И, кстати, мои джинсы как раз-таки пример такого отворота, задуманного производителем. Мои джинсы от Fabiano Filippi. Но при этом это может быть и небольшой отворот, при этом на широких джинсах. Это действительно необычно. И здесь в Италии так носят, нам показывают на витринах, что так можно носить. Посмотрите, какое красивое сочетание бежевого и зеленого. На самом деле я забыла о таком сочетании. Сегодня я тоже снимаю в зеленом кардигане. И взяла на заметку, что у меня есть бежевые брюки. Можно тоже очень красиво сочетать бежевый и зеленый. Точнее, бежевые и зеленые вещи. А вот что я не рекомендую делать никому, так это сочетать насыщенный зеленый, как сейчас на ваших экранах, и насыщенный красный. Потому что это, безусловно, некая отсылка к Рождеству и к натальным историям. И действительно может выглядеть это как тематическая одежда. Наверное, из всех цветовых сочетаний, самым неудачным, будут как раз-таки сочетания яркого красного, яркого зеленого. И также красного и желтого. Это прямо-таки прямая ассоциация у очень многих с Макдональдсом и со всем, что связано с этой точкой общепита. От меня небольшая рекомендация. Если вам эти цвета нравятся, у вас есть подобные одежды, сочетание вас устраивает, делайте такое соотношение цвета в образе, чтобы одного цвета было очень мало. Например, зеленый свитер, зеленые брюки и красный клатч. И это будет смотреться гармонично. Красного будет очень много, относительно большого количества зеленого. Точно так же сочетание красного и желтого. Какого-то цвета должно быть значительно меньше, другого цвета должно быть значительно больше. И тогда этот ассоциативный ряд немного разбивается. И, кстати, этот совет я могу дать всем любительницам ярких цветов. В идеале яркого цвета, чтобы образ не смотрелся действительно слишком ярко, слишком, возможно, неуместно, не по сезону и так далее, должно быть следующее соотношение цветов. Одного цвета очень мало, например, 20%, другого цвета очень много, например, 80%. В таком случае даже сочетание самых ярких цветов, вплоть до неоновых цветов, оно не будет выглядеть слишком давящим, слишком кричащим и обращающим на себя внимание. Кстати, этого правила очень сложно придерживаться, потому что я, например, сама часто ношу кардиган яркого цвета и яркого цвета брюки. И тогда соотношение цветов примерно одинаково. Так вот, если удастся сбалансировать цветовое сочетание таким образом, что одного цвета будет много, другого мало, вы увидите, насколько более гармоничным будет образ в тех же самых цветах, но в другой пропорции. Ну что ж, мои прекрасные зрители, в завершении этого видео немного нам летней обуви в ленту. Обувь действительно уже летняя, рассчитанная на жару. А на этом я с вами прощаюсь. Мы очень скоро увидимся. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!